Большой тренифир на телеканале Санкт-Петербург. Сегодня вторник, 11 апреля. И в этот ранний час, Маша, я предлагаю тебе сыграть в города. Давай. Взбодримся. Давай. Пекин. Нанкин. Нан Лонг. Гонконг. Да что ж ты, Маша, тебя заклинила, ты все города поднебесные называешь. А вот считала, что китайские визовые центры открылись в Петербурге и в Москве. Готовлюсь. А я читал, Маша, что сейчас выгодно лететь в другие страны, а не в Китай. Ну, не будем спорить, ведь у нас в студии эксперт по туризму Ксения Графова. Она нас и рассудит. Ксения, доброе утро. Доброе утро. Ну вот наш спор с Машей про Китай. Стоит ли вообще смотреть на Восток сейчас? Вызовы центра открылись. Значит ли это, что теперь путь туда стал проще? Нет, это не значит. Без помощи специалистов все равно не разобраться, не обойтись. Там все на китайском. Нет, там не все на китайском, но просто нет прямых перелетов. Нужно оформлять визу. Это сложновато для наших туристов. Мы пока ждем. Тем более открыты сейчас огромное количество стран с прямым перелетом, с удобным. Ну, естественно, топ продаж это Турция, причем она абсолютно разнообразная. Это не только отдых на Средиземноморском побережье. Я вот прилетела буквально в пятницу оттуда, солнышко греет. Подогреваемые бассейны работают. Все включено, все прекрасно. Второй топ, это, конечно же, Стамбул. Прогулки. Вот он как раз-таки на экранах. Прогулки по набережным, катание на пароме, потрясающие дворцы. И причем можно отправиться прямым перелетом ненадолго. То есть можно на три-четыре ночи. Вы можете не брать долгосрочный отпуск. Если хотите погреться прям вот на солнышке, прям загореть, прожариться, это, конечно же, Арабские Эмираты. Туроператоры продлили полетную программу до конца лета. Если не переносите сильно жаркую погоду, это Эмират Фуджейра. Но в Дубай обязательно нужно посетить музей будущего. Бурж-Халифу. Все расскажут, что нас ждет. Все расскажут. То есть эта страна восхищает, конечно же. Что у нас еще в топе? Таиланд, который побил все рекорды продаж в этом году. Все настолько соскучились по прямым рейсам, по прямым перелетам. Виза не нужна. А сколько туда лететь? Вот для тех, кто, может быть, слышал об этой стране? 11 часов. Из Петербурга. Ну да. Из Москвы. Из Москвы. То есть еще часы. Но это комфортно все равно. Нет, я не отговариваю. Получается, два раза вас кормят. Вы в самолетике поспите. И уже прилетаете абсолютно в другой пейзаж под пальмой. А что касается горящих туров. Многие тоже следят за этим. Пытаются, ну, понятное дело, выгодно как-то отправить себя в путешествие. Бывают ли они сейчас? Вот апрель, май. Если да, то какие направления попадают? Смотрите, горящих туров не предвидится, мне кажется, до осени. Все почему? Потому что туристы планируют заранее, во-первых, свой отпуск. А вторая причина – это все-таки ограниченная авиаперевозка. У нас не так много рейсов сейчас даже в Турцию. Хотя, казалось бы, новиночка у нас бомбическая будет. Это Греция из Москвы и Петербурга. Она будет в июне. Для тех, кто соскучился по Греции, с пересадкой в Анталии. То есть мы не летим напрямую. Опять-таки мы летим до Анталии с пересадкой и уже далее на остров Крит. Вот, поэтому… То есть прямых рейсов пока, в принципе, не предвидится. Грецию, ну, надеемся. Потому что для кого-то тяжело пересадка, да? Ну, то есть для кого-то это может быть просто фактор, что да, Греция классно, но пересадка, там один самолет чуть-чуть… Само собой, но я имею в виду, что самолет может чуть-чуть один задержался. Ну, то есть это просто психологически, как какой-то микробарьер, я бы сказал. Ну, одно дело, ты сел в Петербурге и приземлился в Афинах, а другое дело… С другой стороны, кому-то комфортнее лететь на дальние расстояния именно с пересадкой. Допустим, на Мальдивы с пересадкой в Катаре. Туристы выходят спокойно, даже можно взять одну ночь в отеле, погулять по Катару, передохнуть от самолета. И далее останется еще кусочек долететь до Мальдив. Впереди короткие майские выходные, праздники, два раза по небольшому фрагменту. Если человек не берет вот эти вот рабочие дни между первым и девятым, куда можно вот слетать на три дня? Ну, если это за границей, опять-таки, это Стамбул, да, уникальный вариант, он подойдет абсолютно всем и без визы. Из наших направлений это Казань, это… Ну, на Байкал все-таки я бы порекомендовала подольше, побольше, да, закладывать. Казань, Калининград и Дагестан. Вот это то, что опять-таки бьет рекорды продаж и пользуется успехом. Казань, Сочи, вот. Кипр сейчас не так тоже популярен, потому что нужно оформлять национальную визу. Это, наверное, единственная такая проблема. И нет прямых перелетов. Да, нет прямых перелетов именно конкретно. А так можно и в Эмираты на три ночи, прекрасно полететь. А почему бы и нет? А с точки зрения ценообразования, не упоминая каких-то конкретно отелей или перевозчиков, но когда появляются праздники, тут же цены взлетают. На майские это также актуально. То есть для тех, кто планирует этот, может быть, микроотпуск, выгоднее взять 3-4 дня в апреле как отпуск и слетать. Будет ли это заметно дешевле, чем прилететь 1 мая и улететь там 3-4 мая? Да, конечно, потому что майские праздники точно так же, как новогодние, это период высокого спроса. Поэтому если вы где-то в серединке апреля возьмете 2 дня за свой счет и еще 2 дня выходных, это будет, конечно, выгоднее, чем брать майские с 7-го по 9-е. Ну что ж, спасибо большое, Ксения. Расставили нам географические приоритеты и посоветовали, куда можно действительно отправиться, будь то апрель, будь то май. И в России есть что посмотреть. И действительно, если кто-то соскучился по теплому морюшку и бывали уже в Сочи, Анапе и в прочих наших черноморских курортах, можно действительно рассмотреть и Турцию, и Арабские Эмираты, и Египет. Вот у меня бабушка вернулась несколько дней назад, тоже была на морях, но отдыхать не работать. Спасибо. Спасибо.